здравствуйте друзья я очень признателен нашим зрителям которые так откликнулись на то что мы там в спине что-то там болело и болит еще немножко тоже и так все сочувствовали и советы разные давали кто говорит в баньку кто говорит к врачу надо пойти к невропатологу там еще что-то я кстати сегодня с утра делал ну зарядку с юрой и спас кукотским и ну мы так делали чтобы спину не нагружать потому что когда все остальные мышцы задействованы это помогает на самом деле и тем которые не задействованы тоже и вот значит делали зарядочку я говорю что от меня зрители говорят надо идти к невропатологу вот только врач может там что-то понять а вот все остальные они как бы ничего не понимают там тренеры массажисты и там чего они там курсы закончили что они понимают да и юра а он такой видите гора мышц и он говорит знаешь будет вот мне тут вот болела мышцы там какую-то мышцу показывает и я пошел к пяти к пяти разным невропатологом и все посмотрели и сказали что не знают что с этим делать вот тегать врачи вот я ему я ему сразу сказал я бы юра говорит и просто вы ты не умеешь выбирать врача ягу во первых это должен быть советской школы человек опытный но такой вот скажем моих лет там денег 60 может быть там вот такого плана и чтобы еврей вот и тогда где твои проблемы значит человек скажет где и что вот на что света мне сказала задумчиво нет сказала свет это непрактично где же он сейчас найдет в москве там евреи надо все уехали друзья помогите юрия там с невропатологом соответствующим моей характеристики но всяком случае так вот такой разговор да значит насчет массажа массажистов там и так далее я вот знаю двух наташ так есть две наташи которым я обращаюсь периодически это одна наташа делает рейки а другая наташа делает массаж у меня был случай куда-то мы летели в италию мы летели это было несколько лет назад летели мы в италию и когда мы только сели в самолет вдруг я понял что у меня там принесли что-то там кофеек какой-то и я вдруг понял что я не могу чашку кофе поднести к лицу потому что мне дико болит вот тут короче вот так во все это путешествие наше я так промучился потом приехал к врачу пошел и мне говорят это у тебя значит есть такие две проблемы называется frozen shoulder да и frozen elbow а или там теннис теннис л лба там или там какой-то еще шолдер я не в общем короче у теннисистов там или еще у кого-то есть какие-то характерные проблемы там с плечом и с локтем и вот значит наташа меня тогда выручала она только приехала ее муж у нас учился в портном компьютер скул и надо сказать что эволюция интересная произошла он поработал он вообще врач сам по себе военный военный врач и он поработал тестировщиком там несколько лет а сейчас готовится к тому чтобы значит открыть франшизу руслана хузнеярова по там кондиционерам там отопительным системам там и так далее всяко бывает во всяком случае успешный был вполне парень очень 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 нормально и вот значит почему я рассказываю что наташа две наташи значит обе наташи экстрасенсы братья то есть это не просто пошел курсы кончил и закончил курсы вот как знаете как кресло массажное там можно может тебя заменить нет то есть это люди которые чувствуют что-то видят что-то чувствуют то есть они в каком-то таком более тонком слое энергетическом взаимодействуют с твоим телом и ну не только телом больше чем просто делом поэтому она мгновенно идентифицировал это место где где это произошло она сказала что именно там произошло я думаю через недельку там еще ее позвать так меня погонять но во всяком случае я может быть тогда запишу чтобы она рассказала ну как-то более более грамотно во всяком случае как бы там стало довольно быстро понятно что произошло она с этим поработала и в общем я скажем так процентов 10 еще у меня осталось от того что было а 90 ушло но вот не мгновенно как вот я спал с этого массажного стола у нас есть свой массажный стол кстати да а вот с утра я проснулся всю ночь я совершенно спокойно спал потому что знаете бывало там начнешь ворочиться и больно было вот а тут я совершенно спокойно проспал всю ночь еще наташа нам посоветовала натереть меня волтареном мы пошли в русский магазин на 150 долларов накупили деликатесов ну и волтарен тоже пошел в эту сумму воли тарен с мягким знаком там написано ну хорошо отечество так ребята не надо уйти отсюда отечественного производства смысле того отечества не этого но и так я честно говоря не почувствовал я думаю может быть как-то жечь будет или там как-то греть будет но вот этого не было наверно как-то без этого работает не на во всяком случае вот более-менее меня восстановили более-менее но все равно ведь я вот в этом ремешке я поясочек такой на себя начну я обычно его натягиваю во время занятий спортом когда какой-то вес побольше беру так на спину к себе да ну не суть во всяком случае я с одной еще раз я я очень признателен тем кто проявил сочувствие с другой стороны я хочу сказать что те кто считает что там массажисты и там что-то и такая фигня какая-то это не так и если вы подумаете на эту тему просто вспомните что скажем в сборных в командах вообще нельзя это в сборных там есть массажисты там есть спортивный массаж там тренеры они постоянно имеют дело с травмами с ушибами там и так далее и так далее это мышечные всевозможные вот эти вот проблемы они ну как бы хорошо хорошо понятно и тренером и массажистом и они собственно этим занимаются я не уверен насчет хиропрактор тут мне трудно сказать да что они так больше хотя наверно тоже наверно тоже и иглотерапии тоже люди занимаются с этим же работают поэтому я уж не стал бы так прямо списывать то вот так что в общем друзья счастливо спасибо главное чтобы так если сейчас случилось то выздоравливать нашем деле самое главное если заболел то выздороветь друзья а еще лучше совсем не болеть но когда старше становишься знаете я все-таки уже можете я выгляжу на 28 после светлана за мной ухаживать но друзья когда те уже 65 то ты понимаешь что всякая проблема которая там 10 или 20 или 30 лет назад она могла прийти и уйти значит то дальше она может прийти уже не уйти то есть она может войти ставки какие-то такие отношения добрососедские знаете что уже и уходить не захочет поэтому такая вот история счастливо друзья